Он сочетал в себе многие качества. Интуицию, инженерное чутье физико-экспериментатора, прагматизм и деловой подход организатора науки. На протяжении всего жизненного пути Петр Леонидович Капицы столкнулся со множеством испытаний. Однако в годы Великой Отечественной войны его разработки в области создания установок ожижения кислорода получили колоссальную поддержку Государственного комитета обороны. Кислород нужен был для медицины, взрывчатых веществ, для военных летчиков, совершавших дальние полеты и, главное, для развивающихся военных производств. Первые наработки для своего будущего исследования он создал еще в 1929 году, обучаясь в Кембридже. Вернувшись на родину, Петр Леонидович занялся усовершенствованием уже существующей установки для разделения воздуха. Большая часть научного сообщества занимала либо скептическую, либо даже негативную позицию по отношению к работе ученого. Однако промышленные фирмы США, Швеция и Бельгия проявили большой интерес к деятельности физика и даже попытались выкупить установки. В конце июля 1941 года работа над исследованием была прекращена. Из Москвы ученого эвакуировали в Казанский университет, где он в рамках уже военного исследования смог построить первые образцы своих установок. Спустя почти 37 лет академику была присуждена Нобелевская премия по физике за фундаментальное изобретение открытия в области физики низких температур. Сейчас воздух разделительной установки низкого давления капицы работает во всем мире, производя более 150 миллионов тонкого кислорода в год. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс.